Депутаты городской думы, прежде чем уйти на майские каникулы, провели очередное заседание. Ключевым вопросом повестки дня стал отчет главы администрации Александра Подороги о результатах работы за 2012 год. Подробности у Эрнеста Бавшина. Более часа Александр Подорога докладывал о результатах работы городской администрации за 2012 год. В отчете он коснулся ключевых сфер жизнедеятельности города, а начал с финансов. В прошлом году расходы городской казны составили 3 миллиарда 461 миллиона рублей. Львиная доля средств в полтора миллиарда рублей пришлось на образование. Эта сфера по-прежнему является приоритетной у Муравленка. Образование в городе Муравленка по его качеству, по возможности реализации ученика на сегодняшний день одно из самых лучших в Ямаланейском автономном округе и в Российской Федерации в целом. Те передовые программы, те передовые мероприятия, комплексы развития детей, обеспечение инновационными продуктами для обучения, и мебель здесь, и обустройство. Целый комплекс вопросов позволяет говорить о том, что в системе управления образованием города Муравленка есть хорошие тенденции, ну и качественный, положительный опыт. На втором месте по объему расходов городского бюджета жилищно-коммунальный комплекс, а далее социальное обеспечение и обслуживание граждан. Говоря об образовательной сфере города, Александр по дороге отметил, что есть и проблемы. Так, сегодня более 700 детей ждут своей очереди в детский сад. Перспектива на скорый ввод в эксплуатацию детского сада «Непоседы» пока откладывается на неопределенный срок. Проблема в оформлении соответствующих документов. Но, тем не менее, сейчас проектируется еще несколько дошкольных образовательных учреждений. Подробно глава остановился на развитии малого и среднего бизнеса в городе. Обеспеченность торговыми площадями жителей муниципального образования города Муравленка составляет 510 квадратных метров на 1000 жителей. При нормативе 453 квадратных метра. Торговыми площадями мы обеспечены достаточно много магазинов, в том числе и шаговой доступности. А если говорить уже о качестве работы этих торговых точек, то здесь мы работаем и с отделом потребительского рынка, и с общественным движением «Народный контроль», который также участвует в оценке деятельности этих торговых точек. Ну, а деятельности «Народного контроля» вы, наверное, знаете, это уже такой отдельный вопрос. Несмотря на такое превышение норматива по торговым площадям, в администрации вынуждены констатировать, что, по сути, малый и средний бизнес не развивается. В основном на рынке в городе присутствует торговля продовольственными товарами. При всем при этом, уважаемые депутаты, хочу вам сказать, что 2012 год не принес нам каких-либо возможных положительных движений в области развития малого и среднего предпринимательства, но и в целом промышленности в городе Муравленко. Мы готовим планы, готовим проекты, мы готовы вступить в государственно-частное партнерство, и для этого разработаны соответствующие программы, определено соответствующее финансирование. Но на сегодняшний день, к сожалению, нам не удалось сломать тенденцию по выводу денежных средств из экономики города Муравленко. Работа с предпринимательским сектором будет активизирована, и, возможно, в текущем году удастся переломить ситуацию. В городе появится больше бизнесменов, занятых в сфере производства. Подробно Александр Подорога остановился и на теме строительства жилья. Сейчас идет активная застройка ряда микрорайонов, но иногда темпы строек не соответствуют желаниям. Строительство на территории города ведется, пусть не всегда с должной скоростью и с выполнением поставленных задач, но тем не менее темпы строительства на сегодняшний день позволяют нам сказать, что в 2013 году мы введем в эксплуатацию не менее 15 тысяч квадратных метров жилья. Что касается строительства социальных объектов, то сегодня администрация проектирует порядка 15 зданий и сооружений. В этом году уже начнется строительство образовательного комплекса в 11 микрорайоне. Довольно положительно Александр Подорога охарактеризовал и ход работ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, ситуацию в социальной сфере, культурной и спортивной жизни города. Депутаты единогласно приняли отчет главы к сведению. Реон Сбавшин, Тимофей Сапильник, Новости нашего города.